Всем привет! Я как Фантомас. Хочу с вами поделиться идеей. И решила снять такое видео, которое у меня просил Кирилл Минников, про Воронеж, но не в том понимании и не в той просьбе, как просил именно сам Кирилл. Я хочу сделать некоторые влоги отдельные про сам город. И каждый раз, как я буду на эту тему выезжать в город, я буду показывать какое-нибудь новое место, говорить его более-менее какие-то координаты, если буду знать, что это за место, что рядом находится более-менее такое знаменитое, какие-нибудь торговые центры, магазины какие-то прикольные, какой-нибудь факт об этом месте, который я найду в интернете, который, может быть, я сама лично знаю, о котором я слышала. Под видео оставлю два вопроса за-против. Ваша задача лайкнуть по вопросу, который наберет больше голосов. Я буду понимать, что мне дальше делать. Снимать такие видео, либо не снимать. Вчера, короче, ходила на мультик «Тайная жизнь», что-то там животных. Понравился мультик, но он такой больше детский, наверное. Он такой миленький, забавный, добрый. Я не говорю, конечно, что мультики обязательно должны быть злыми. Честно, советую сходить с детьми, потому что рядом с нами сидело много, просто очень много детей. И причем нам попались такие спокойные, либо мультик был настолько хорош, что дети просто тише воды, ниже травы. Больше всего орал какой-то мужик там в зале, которого было слышно всем и всегда. Всем доброе утро. Я вернулась со своими влогами, приболела немного или захандрила просто. Можно это назвать как угодно. Мне кажется, после отпуска отдыха где-либо, у многих такое бывает, это и адаптация. Нужно войти в новое русло. Я думаю, вы меня понимаете. Поэтому я не занималась уже долгое время. Вернее, я занималась периодически. Как-то это было очень редко. Бегать я по утрам перестала. Мне очень тяжело стало вставать, просыпаться. Я не знаю почему. И да, я не сплю допоздна. Я встаю в 6. Я, бывает, встаю в 8. Не позже. Меня еще с болезнью очень сильно обсыпало. Это вечная моя проблема. Извините, если я жалуюсь постоянно. Вот с этим не очень хорошо ходить по улице без макияжа. Меня угнетает то, что нужно наносить косметику. А я так уже отвыкла от того, что я пользуюсь косметикой. Думаю, девушки, те, у которых такая же проблема с лицом периодически, они меня поймут. Читала комментарии к новому вышедшему видео про негатив. Честно, очень приятно, что кто-то проникся этим. Для кого-то действительно важная информация была. Приятно, что вы комментируете, что вы разделяете какую-то мою точку зрения. Мне кажется, все, что я говорила до этого, было не слышно из-за холодильника. У меня, кстати, есть еще пару идей для съемки видео. Мой канал это не только сравнение Украины и России. Жизнь украинца в России. Не только о косметике. О покупках. О пустых баночках. Не только влоги. Я не хочу загонять себя в рамки. Я просто хочу свободы действий. Это такой намек для некоторых, которые считают, что я по первому требованию буду делать какие-то видео. Это не будет по щелчку пальцев. Мне нравятся еще те люди, которые ни разу не комментируют никакое видео именно по теме, а пишут просто давай, давай видео, где видео. Меня это просто душит. Я хочу свободы действий. Я для этого и завела канал, чтобы делать то, что мне нравится. То, что может как-то мотивировать, радовать где-то, поднимать настроение. Вот сижу я и, знаете что, словила себя на мысли. Последнее время, как бы я не хотела просто там отрастить ногти. У меня не получается. Вернее, они растут. Они растут как грибы у меня. У меня уже недавно отрастали ногти. И я даже сделала форму. Они меня бесят. Я не могу. Меня просто раздражает эта длина. Как вы видите, у меня просто мега длинные ногти. Нет, ну серьезно. Они меня очень раздражают. И я всячески пытаюсь их как можно быстрее подрезать. У меня вечно какие-то проблемы с внешностью. Я к чему это говорю? Что мне хочется узнать мнение мужчин. Так как большая часть на канале у меня мужчины. Так вот, вопрос. Какая длина ногтей вам нравится в девушках? Бытует мнение, что нравятся натуральные ногти. Не окрашенные, не покрытые ничем. Максимум каким-то бесцветным лаком. В каком ухе звенит? Угадали. Что вы думаете о внешнем виде девушек? Как вы считаете, должна девушка одеваться? Не только на свидание, не только на прогулку, не только дома. А именно вообще. Имеется в виду либо платья различного фасона. Идущие девушки опять же. Либо это те же джинсы, лосины. Может быть кому-то нравятся. Мои новые обои. Недавно накачала различное количество обоев. Обязательно ВКонтакте поделюсь своими вариантами. Мой обед. Уже заинстаграмлен. Овощное буррито, как всегда. На пробежку. Я, кстати, очень люблю бегать в парке. В юго-западном районе оптимистов называется он, по-моему. Он мне нравится намного больше, чем парк Тонаис. Я вам покажу, что вижу я, когда бегаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Только что снимала всякие красивости. И нашла такой уголок с бревнами. Села туда. Проходил мимо какой-то чувак. Решил остановиться и наблюдать за мной. Короче, стоял он, пока я не ушла. Может быть я заняла его место. Но он как-то затормозил нелепо. Мне так стрёмно. Встала и пилю домой. Потому что как-то что-то... Субтитры сделал DimaTorzok. Вы это видите? Жесть. Дома уже. Ещё сходила в магазин. Купила покушать. Яблоки отечественные. Огурцы. Укроп. Кабачки. Бананы. Я люблю именно такие, которые уже более-менее чёрные. Ненавижу зелёные. Помидоры. Лук. Арбуз. Это всё мне обошлось в 240 рублей. Я так хочу пить. Душ. После душа я огурцом. Сняла видео. Продуктивненько. Я тут вся в монтаже. Недавно сделала педикюр и не красила ногти. Знаете, как-то так непривычно. Продвижение года, наверное, крашу именно в красный цвет. Темнее, либо светлее. Честно, мне так нравилось раньше меньше. А теперь, наверное, настолько приелся вот этот цвет и лак на ногтях. Я решила, чтобы мои ножки так немножко отдохнули. Рабочий процесс. Готовила себе еду и так завоняла всю квартиру. Угарный запах от гороха. Я так много говорила, что теперь буду пополнять запасы жидкости. Я так понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok